Канал Рунштайн Айнс представляет Руины замка Хонберг Руины замка Хонберг находятся в Южной Германии, у городка Тутлинген. Построили сооружение в середине XV века во время правления графа Эберхарда V по прозвищу Эберхард Бородатый. Сооружение периодически использовалось в боевых действиях. После сильного пожара в городе Тутлинген в 1803 году жители Погорельца начали разбирать камни-сооружения для своих нужд. То, что сейчас превратилось в руины, еще в начале XVI века было современным оборонительным сооружением. Строительство начали в 1460 году. Это сооружение должно было защищать южные границы и проход по Дунаю. С южной стороны располагались два бастиона. На крепостной стене крепилась крепостная артиллерия. Вдоль стены крепости были оборудованы деревянные проходы. Защитники крепости имели возможность вести наблюдение и оборону с любой стороны сооружения. По крайней мере, это так нам показано на исторической реконструкции. Изюминкой данного сооружения являлось высотное здание замка, который был обнесен дополнительной стеной и рвом. В здании замка можно было пройти лишь через единственный мост. В замке располагались жилые помещения. На первом этаже дополнительно было оборудовано межэтажное пространство. Здесь располагалась конюшня и место отдыха для солдат охраны. Все, что я вам сейчас рассказываю, является, конечно же, официальной версией. Дрова хранились на втором этаже, но чтобы было подальше носить. По винтовой лестнице можно было подняться на верхние этажи замка. На третьем этаже располагалась кухня и жилые помещения. Углем тогда они топили, топили только дровами. Как вы заметили, вокруг крепостной стены нет ни одного деревца. Все ушло на отопление. В XVI веке основной пищей местных жителей являлись хлеб и мясо. Пищу готовили на плите на открытом огне. Перед вами пример коммунальной квартиры XV-XVI веков. Кухня в центре, а по бокам входы в жилые помещения. Запасы паровизии вино хранили в подвальных помещениях замка. По официальной версии, на каждого солдата ежедневно полагалось 3 литра вина. Интересно, когда же рыли эти погреба? До постройки замка или уже после? В южной башне замка находилась цистерна для сбора дождевой воды. Колодец был на первом этаже, но воду могли брать и с других этажей башни. Данная башня напоминает мне шахту, пусковую шахту для ракет. Внутренние помещения замка соответствовали всем требованиям комфорта того времени. Кабинеты и залы заседаний местной управы были обставлены мебелью из дерева. Днем в рабочее время здесь писались законы, а по вечерам устраивались пиры и пьянки. Из-за отсутствия электричества для освещения использовались обычные свечи. Туалетов внутри нигде не было, поэтому по нужде надо было бегать на двор. Где изготавливали мебель для этого помещения, нигде не указано. А это тройной стеклопакет того времени. На территории Кремля могли расположиться до двух тысяч солдат на время ведения боевых действий. Надеюсь, что вам очень понравилась официальная версия, которую дают обычному обывателю. Итак, любому человеку необходимы основные условия для выживания. Первое – это крыша над головой. Второе – это вода. Третье – это тепло в зимний период. Обязательное наличие пищи и условий для ее приготовления. Каждому человеку периодически необходимо справлять нужду. Теперь давайте мысленно поселим сюда две тысячи человек и посмотрим, через какой промежуток времени они загнутся здесь от антисанитарных условий. Один из соратников побывал на этом месте в прошлом 2020 году и через подписчика канала предоставил свой материал для этого фильма. Ну, я совсем близко подошел, видите. Ну, залазить туда, я не знаю, смысла нету. Во-первых, высоко, потом прыгать придется, мне это не хотелось бы. Ну, и залазить проблематично. В принципе, на забор здесь можно наступить и залезть. Молодежь-то лазит, пофиг. Ну, вот кустами заросло, и там особо, особо-то там и нечего смотреть. Видите, башенка небольшая, видимо, чисто для обороны. Фланга, блин, была полуразрушенная. Здесь вообще стены практически нету. Что-то насыпанное осталось. Нет, здесь даже стены нету. Тут и забор поставили, видимо, чтобы народ туда не вываливался. Ну, вон там он еще есть, можно туда пройти. А тут вот остатки. Скорее всего, вот это вот уже подмазывали, это свежак. Чтобы дальше не разрушалось. Вот видите, вот эти вот, я так думаю, это свеженькое что-то нанесли. Чтобы сохранить. И здесь также какой-то слой бетона они залили когда-то. А то эти руины очень быстро можно потерять. Народу сколько на велосипедах приехали. Сидят, отдыхают, что-то попивают. Скошено все, чистенько тут. Прекрасно. Да, здесь нету стены. Собственно, забор кругом идет. Вот смотровая площадочка. Ну, да. Ох, ё-моё, какая высота. Обалдеть. Ну, вон там он по той дорожке я ехал. Шел. Здесь стена потолще будет. Стена будет потолще. Ну, и здесь примерно такое же. Такое же сооружение. Довольно-таки высоко. Вот в мой рост. Вот мне телефон приходится поднимать. Там бойницы. Да. Этот фланг обороны держать. Ну, и тут глянем. Раз подошли в этот угол. Здесь, да, здесь тоже довольно-таки высоко. Видите, прибрежные территории тоже ухоженные. Хоть она и неровная, но тут все скошено. В церкви одна за одной звонят. Ну, ладно, все, будем выдвигаться. Бутылка пустая валяется. Кто-то бросил. Перехвалил я, блин, говорю, чистенько. Ну, да. Кто-то потерял, может быть, блин. Все. На дорогу и на выход. По траве уже не пойду. Она сырая. Ладно, сейчас я телефонную буду убирать. И поеду уже вниз. Ну, вот я немножко ниже спустился. Ну, тут деревья закрывают. Туда есть дорожка. Люди туда пошли. Женщина с детьми. Ну, она крутая такая. Я не знаю, на велосипеде туда смогу ли я туда вообще ехать. Лучше вернусь каким-нибудь другим путем. И вот с этой стороны здание, башня более широкое. По этим ступенькам мы спустились. Ну, ступеньки на воде, да, понятно. Все остальное. Все остальное это, ё-моё. Пахнуло стариной. Вот вторая, которая поменьше, остроконечная. Ну, здесь электрический шкаф стоит. И какая-то, какая-то бойница туда с решеткой. Вход. Видите, какие бойницы. Туда стреляли, походу. А это маленькое сделано, чтобы было легче оборонять. Чтобы орда непонятно кого, дикорей, не рванула. Ну, чё, я предлагаю пройти дальше. Велосипед возьму. Здесь тоже что-то было. Видимо, для наружной обороны, на подступах. Видите, какой формы это сооружение. Чё оттуда видно? Скорее всего, мало чё видно. Обрыв. Обрыв, да. И дорожка туда идёт, и там ступеньки. Можно спуститься. Где-то в сторону центра, наверное, попадёшь. Но с велосипедом я лучше по дороге съеду. Будет быстрее и комфортнее. Тут придётся пешком тащиться. Ну, вот. Вот так вот это сбоку. Если смотреть. Вот так вот это. Довольно таки красиво. И народу уже много. Уже попались. Ходят, смотрят тоже. Разглядывают, дышат, скажу воздухом. Я не думаю, что это вновь прибывшая. Речь немецкая, по крайней мере. Ну, вот. Что вам ещё показать? Ну, отсюда покажу ещё. Это вот промоено. Это я не знаю, что здесь было. Мы с той стороны её обошли. Ну, вот с этой стороны ещё. Вот эти. Тучки что-то сгущаются. Ну, вот эта стенка. Мы по-другому входу зашли, да? Вон там. Вот эта стенка-то. Велосипед плохо хочет стоять. Кругом наклоны. Смотрите. Травка тут растёт. Разрушает стену. Вот тут вот обломки. Фрагменты. Ну, которые фрагменты довольно-таки крепко ещё стоят, видать. Не пошатнёшь. Стена вот такой толщины. Ну, с метра она, да. С метр-то она смело. Даже больше немножко. Ну, вот так вот. Там чего у нас? Там обрыв. Никакой дорожки там нету. Ну, вот. Вроде как побывали, да? Обещал. Обещал, сделал. Погода хорошая. Но сегодня к обеду обещают дождь. Поэтому я утром собрался. И поехал. Чтобы успеть и прокатиться, подышать. Ну, и поснимать. Давно не снимал. Здесь какой-то трансформатор стоит. Ну, тут подсветка мощная. Ночью хорошо эти руины освещаются. Подстанция какая-то. А вот вдоль стены едем. Это получится по диагонали другой угол. Эти хуин. Полуразрушенная башня. Можно, конечно, и туда зайти посмотреть, что там. Можно. Давайте я, наверное, прервусь и посмотрим там. Ну вот, подошли к наружной стене одной из сохранившихся. Тут написано посещение руин на собственную опасность. Или как Афайгин и Гефар. Собак надо пристегнуть, что написано. И родители должны следить за детьми. На собственное усмотрение, что небезопасно. Вот эти вот наружные стены. Городские. Видите, бойницы есть. Вон узенькие. Совсем две маленькие стены. Видите, вот башенки. Стена. И там еще одна башенка была. Ну, уже все поразрушено, да. Вот фрагменты стены. И можно зайти вовнутрь. Тут вообще практически не осталось, да, стен. Все со временем. Негодность пришла. Сейчас я перехвачусь. Ну, довольно-таки толстые стены. Ну, и, собственно говоря, можно с этой стороны проехать. Мы уже на территории этой крепости. Видите, останки. Останки. Говорю, остатки. Остатки крепостной стены. Вот здесь вот фестиваль проходит. В благополучные времена проходил рок-фестиваль. Примерно дней 10, недели две. Здесь каждый вечер концерты были. Народ отсюда вечерами не вылазил. Ну, видно. Ну, да. Здесь, если дети будут бегать, здесь и камни уже, елки-палки, уже лежат не совсем стабильно, да, поэтому за детьми надо следить. Вон, стадион. Беговая синяя дорожка вокруг, видите? Ну, я подъезжал как-то к нему. Стадион. Ну, давайте. Нет, надо, наверное, слезть, скорее всего. С велосипеда. Ну, вот те сохранившиеся башенки, которые видно ну, из центра города. Две которые. Две башни. К ним подойдем. Сегодня хорошо, тепло будет. Я прям с утра еще одел велосипедную курточку легкую. Ну, мне на полпути сюда стало жарко. Я ее снял, скрутил. Благо она, ну, реально она такая легенькая, тоненькая. Сунул в задний карман своей велосипедной олимпийки, да, футболки. Как раз поместилось. Ну, торчит немножко, да, смотрится не очень. Здесь дорога неровная. Вон велосипед подпрыгивает, такой звук. Вот опять-таки. Другая сторона этой крепости. Тоже уже полуразрушенные здания. Фу, здания, говорю. Стены. Заговариваться начал. Плющом все поросло. Вот на эту сторону можно глянуть. Там реально высоко, да. Если туда кувыркнешься, блин, до первого дерева будешь лететь. Здесь какая-то дыра. Кладкой. Здесь я не знаю. Фундамент, да, не фундамент. Что-то стояло, скорее всего. Ну и вот мы подошли. Сейчас я прервусь. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok